Итак, ребятки, вкратце расскажу о том, что у меня произошло с передним тормозом, потому что я говорю, что он у меня не работает, но еще мне объяснил всю фишку. У меня есть с собой запасные колодки, я их беру, я понимаю, что они быстро заканчиваются, и я, конечно же, их взял. И да, они у меня закончились, мне нужно их поменять, было. Я раньше всегда колодки менял, как перчатки. В любых тормозах ты их просто вытащил, разжал эти суппорта, засунул новые, прижал, оно там все сработалось и поехал кататься. Но на SRAM Guide R тормозах все оказалось совершенно по-другому. Вот этот суппорт. Когда я вытащил свои старые колодки из него, я понял, что цилиндры, или как они там называются, они подогнуты, и вставив новые колодки, там расстояния вообще для ротора не остается. Я их пытался немного разжать, они вообще не разжимались, то есть они просто не разжимные оказались. Я уже начал звонить в Киев в официальную поддержку, в общем, всем, кто в этом шарит, как выяснилось, тут много жидкости, и надо было ее чуть-чуть слить, излишек жидкости, это один из вариантов, как это могло решить вопрос. В общем, я слил, вот тут вот открыл такой бачок, оно чуть-чуть там слилось, там покапало. Опять же, что-таки стрёмный момент, потому что ты не знаешь, сколько точно ее нужно сливать. Проблему это, по сути, особо не решило. Ну, вроде как ротор хотя бы туда залез, это уже хорошо, это прогресс. Вот, но проблему оно особо не решило, и я теперь катаюсь на колесе, которое вот так вот, оно почти не крутится. И может быть, я сейчас спущусь, оно как-то там пригреется, или еще что-то там как-то растопырится, Я не знаю, что с ним произойдет, но... Итак, друзья, когда дело заходит за тормоза, я оказываюсь почему-то всегда у Игоря. И в этот раз не случайно, потому что вы помните, что у меня происходило, мои проблемы все и так далее. Я хотел пойти в официальный сервис Рэма, но я задумался, и картинка была бы не объективная. Дело не в том, что я хочу разобраться только со своими тормозами, А в целом мне интересно понять, как оно устроено, и мне сейчас кто-то написал, Мне вообще все, кто мог, мне сказали, чувак, а ты что, не знал, что надо перепрокачивать тормоза, когда ты колодки меняешь? Так вот, я не знал, мы всю жизнь на шимановских тормозах, прям в горах, брали вот так, как перчатки, Их меняли, и все работало, я не знаю как, но все было идеально. И сейчас вот мне все сказали, что оказывается, надо перепрокачивать все тормозы, когда ты меняешь колодки. И по логике, как бы, оно так и есть, потому что у тебя уходит ручка, еще что-то, Ну, короче, я в этом уже запутался, поэтому пришел к Игорю. И это мнение будет объективным, исходя из того, что это неофициальный сервис Рэма. Игорь перебирает пачками эти тормоза из Shimano и какие угодно, И может реально рассказать о них, исходя из своего опыта, все, что он знает. Ну и вот первый вопрос, реально ли надо прокачивать тормоза, когда ты меняешь колодки? Это вопрос ко мне? Да. Короче, в чем отличие Авида, там, Формулы, еще многих других тормозов, которые не имеют расширительного бачка. Точнее, они его имеют, но он чуть-чуть не такой, как в большинстве. Почему? Здесь ручка правая и левая одинаковы. То есть в Shimano такого нет. В Shimano идет просто сверху бачок, да, и ручка есть правая и левая. И расширительный бачок элементарно можно вернуть жидкость. Каждый гидравлический тормоз обладает правильно продуманными ходами поршней таким образом, чтобы когда колодки стирались, ход ручки не менялся. Они автоматически подводятся. И с этим и связана проблема, что если ты снял колесо и нажал тормоз, у тебя свелись колодки. Почему? Потому что продумано таким образом, чтобы ход обратный был чуть меньше, чем туда дается. То есть это продумано именно самими размерами поршней. Говоря, размерами сочетания поршней. Я могу быть не прав, но суть не в этом. Что происходит? По сути, когда мы нажимаем тормоз, поршень дает жидкость этим поршням. Эти поршни тормозят. И когда здесь есть пружина внутри поршня, когда вы ручку отпускаете, пружина поршень этот возвращает. И вакуумом поршня прячется. Но, видимо, они просчитали именно объективный ход, вот такой там рабочий свой ход. Если его сделать чуть больше, то, видимо, недостаточно много возвращается жидкости. И она остается там. Таким образом, при изношенных колодках, жидкость, которая была здесь при новом тормозе, при новых колодках, постепенно переходит туда. И проблема в том, что, ну, надо проверить, но в теории эти гвайды, кстати, чуть другие. Возможно, тут можно разводить колодки. Надо, кстати, сейчас это проверить. Но в теории большинство тормозов, Avid в том числе, особенно там Juicy старые, там эликсиры и так далее, они требуют пусть даже не самой прокачки, но вмешательства в саму ванну точно. То есть можно просто как бы раскрутить. Но Shimano же не требует. Shimano не требует. Shimano, еще уникальный Shimano заключается в том, что они работают на минеральном масле. И его срок службы при современных технологиях Shimano, там тоже XT, там даже через 5000 абсолютно прозрачная жидкость, потому что нет алюминиевых поршней, которые, как в текторах дешевых, оставляют свет, и там новый тормоз уже с черной жидкостью. И керамические в дорогих тормозах у них поршня, которые не боятся ни перегрева, не боятся низких температур. Если кто помнит, в старых XT была проблема с алюминиевыми поршнями. Ну, сильный минус. Ну, металл имеет свойство при температуре сжиматься, да? То есть при низких температурах. И при высоких расширяться. Так вот, в старых XT была проблема, кто катался реально минус, там, минус 5. Тормоз тек. У того же Коли. Вот он жалуется, что у него тормоз. У современных Shimano на дешевых идут какие-то, типа, композитные, я не знаю, компаут какой-то, да? На дорогих тормозах идет керамика, в которой, по сути, песок, соль, грязь, все. Просто все равно. И это плюс Shimano. Как бы, по работе, опять-таки, тут уже мнения расходятся. Ну, типа, есть люди, которые, там, считают, что Magura это круто, хотя я считаю, что это Made in Germany, 5-year warranty, да? Вот это просто пластиковые ручки за кучу денег. Ну, это субъективное мнение. Ладно, вопрос. Тут, конечно, я понимаю примерно, как его может. Кто-то может понимать больше, кто-то меньше, я понимаю процентов 10. Ну, не то, что понимаю, я уже чуть-чуть запутался, но я потом буду пересматривать видео при монтаже и надеюсь, я больше вникну. Хотелось бы, конечно, сказать, типа, чувак, я нихрена не понял, но ты заговорил и достучался к моему сердцу, но нам надо разобраться. Поэтому я постараюсь задавать такие вопросы, чтобы было хотя бы чуть-чуть ясно мне. И скажи, то есть я примерно понял, что тут нет расширительного бачка. Он есть. Он не так работает, как там, да? Да, да. Он, видишь, он не сверху. И чтобы воздух, который... Как оно работает? Воздуха в тормозной системе не может быть. Почему? Воздух сжимается. Ты, мол, можешь сжать там 10 атмосфер, 20, 30, сколько угодно. И как только у тебя здесь появится хоть даже 3 капельки, ты когда будешь нажимать тормоз, ты будешь сжимать воздух, и ручка будет падать. Жидкость не сжимается. И таким образом, эта ручка сделана таким образом, чтобы не попадала воздух в систему, которая здесь есть в момент износа колодок. И эта система не дает тебе взять, просто вставить лопатку и развести колодки. Так как это можно сделать в Shimano, потому что там нет такой системы. Понял. Тогда у меня вопрос. Я понял недостатки. Это ДОТ, это вот эта система. А если еще ее рекомендуют, по крайней мере, в автомобилях. Ну и в целом. Недостаток ДОТа в том, что он гидроскопичен. То есть он натягивает влагу. Это поймут не все, особенно кто часто катается. Ну, например, люди, которые выезжают на велосипеде 3 раза в год. Это гидроскопичность. В чем недостаток гидроскопичности? Я не знаю. В том, что тормоз не работает. Влага подтягивается. И у нас уменьшается ход ручки. И, например, велосипед на ДОТе, который простоит 3 года, не сможет через 3 года сесть и поехать. Скорее всего, ты сядешь на него, тормоза уже нажаты. И проблема в том, что если, я не знаю, как в современных Авидах, я не сталкивался, они все-таки модернизировали саму ручку. Но в старых, например, джусиках была постоянная проблема с резиновым... У меня нет тут показать. Лучше Шамана нет. Тем более, с нового года у XT будет уже 4 поршня на передних тормозах в 2019 году. Уже даже есть. Да, я на выставке видео на новых великах уже стоят. Но я думаю, опять-таки, это да не электровеликам. Потому что они стали тяжелее и эффективность торможения должна быть лучше. А ты катался на таких тормозах, на срамах новых каких-то или нет? Да, я катался. Ну, я вообще не катаюсь на велике. Ну, на тестах, может, ты же был на тестах. Ну, мне не нравится, как они работают, в принципе. Мне нравится, во-первых, как работает новая ручка на, ну, типа, Dior, SLX, XT, там, Zine. Короткая, которая, да? Да, у которой вот этот момент, они как сделали? Кстати, по-моему, насколько я знаю, в новых дорогих срамах они тоже изменили вот этот рычаг нажатия. То есть, проблема была в чем? Надо, чтобы увеличить мощность тормоза, надо увеличить размер поршней. Если мы увеличиваем размер поршней, у нас увеличивается ход. Но мы можем увеличить здесь поршень, но тогда у нас эффективность, ну, грубо говоря, будет одинаковое соотношение. И производителю надо было как-то сделать, чтобы было большое расстояние колодок, но при этом маленький ход. И Shimano придумала свою вот эту ломаную ручку. И мне нравится, как она работает. Она вот, вот ты нажимаешь, она, ну, короче, да, честно. То есть, ничего не имею против срама, там, или Магур, или Формулы, еще. Ну, я больше всего не люблю Pro Max, особенно дешевый, который на GT и все остальное, это вообще проблема. Дешевые тормоза на Cannondale, я не знаю, кто их делает, может тот же Pro Max. Есть вот эти тормоза Келеса, Cannondale тоже. Они все дотовые и все проблемные. И, как правило, те тормоза, с которыми я сталкиваюсь, проблемные именно дотовые. То есть... А у него есть какие-то преимущества вообще, чем аргументировано то, что они сделали его на доте? Ну, в теории, как бы, в плюс 30 и в минус 30 у тебя одинаковый ход ручки. Потому что дот, он, у него мега растянут температурный режим. То есть, мы можем вот здесь почитать, да, рекомендовано. Тормозная жидкость минус 40 и плюс 40. Это ее рабочая температура. И ход ручки не будет меняться. В минеральном масле плюс 30, ход будет маленький и колодки будут чуть-чуть ближе, да. Там, минус 40, у тебя ручка может вообще практически падать. Потому что минеральное масло, оно будет сжиматься, разжиматься, сжиматься, разжиматься. В велосипедах нет таких температур, как в автомобиле, чтобы, ну, дот, ну, дот, в принципе, может, там, он и закипеть может, да. Но в велосипеде это нереально. И поэтому такие тормоза, вот такой конструкции, двухсторонней ручкой, невозможно сделать на минеральном масле. Просто невозможно. У меня вопрос. Кстати, я теперь снимаю другим режимом, не фишаем, надеюсь, вам все нравится. Вопрос. Я вот сразу подумал, почему-то зима, лето и температурные режимы. Но это же касается и нагрева тормоза. Ну, что же передается в жидкость? Или нет? Ну, я к тому, что, возможно, эти тормоза, когда будут перегреваться в горах, они не будут проваливаться. А на минералке могут чуть-чуть проваливаться. Приведу пример. Вот, например, если мы возьмем керамическую чашку, керамическую чашку, и нальем в нем кипяток. И возьмем рядом металлическую чашку, и нальем в нее кипяток. Я думаю, что керамическую чашку будет легче держать, чем металлическую. Металл сразу отдаст тепло. Так вот, преимущество тоже Shimano в их Cain тогда, или XT, в том, что там керамический поршень. Он практически не отдает тепло на поршень. Ну, керамика не передает так сильно тепло. Она передает, но это негативно не повлияет на работу тормоза. Производители делают систему Ice Technology, увеличивают размер отеров только для того, чтобы снять температуру с самих колодок. Не самой тормозной жидкости. Это не так важно. Ну, абсолютно не важно. Потому что ты скорее спалишь колодки, чем перегреешь жидкость. И зачем нужны 4 поршни? 4 поршни нужны для того, чтобы в первую очередь увеличить пятно контакта колодки. У нас поршень был бы один, и колодка была бы квадратная. Ее надо было бы сделать подлиннее, чтобы больше отдала она тепла. Они сделали 4 поршни. Но общий объем, скорее всего, будет плюс-минус одинаковый. Но работают, они будут более плавно и более лучше за счет того, что идет более равномерное нажатие на саму колодку. То есть перекосы и так далее. Но опять-таки, что это мои какие-то догадки, возможно, я могу ошибаться. Но в автомобилях, по крайней мере, так. Чем круче тачка, тем больше поршней, больше колодка, больше ротор, больше тепла она может отдать. Ну, если у нас, конечно, некарбонно-керамические тормоза, которые стоят, как машина. Скажу у меня вопрос. Ты на Шимане катаешься? Ты когда меняешь колодки, прокачиваешь там тормоза? Я не меняю колодки. Я слишком мало катаюсь. Ну, в теории, даже на Шиману это несложно делать. Основная ошибка людей, которые меняют колодки вообще, в принципе, везде, они не продувают и не чистят сами поршни. И когда прячут поршни, они вместе с поршнями всю вот эту грязь, которая налипла, они ее могут тоже как бы... Ну, она навряд ли туда попадет, потому что там достаточно мощные манжеты. Но, в целом, она там остается, она негативно может влиять на рабочую поверхность самого поршня. То есть, ты прячешь, они вылазят, ты прячешь. Лучше это все там продувать, прочищать, там, не знаю, просто даже банально. Это пыль, ее можно продуть обычно компрессором. Но меняя колодки на Шимана, его не обязательно прокачивать. Ну, его, в принципе, не нужно прокачивать. Вообще, в принципе, Шимана тормоз, по опыту, нужно прокачивать либо замена гидролинии, либо замена... Даже замена ручки, если помнишь, на твоих СЛХ-ах мы их не прокачиваем. Мы просто поставили новые ручки, выгнали воздух, все. То есть, там законы физики на твою сторону. Даже если ты перевернул велосипед, нажал ручку, туда попал воздух, ты приехал домой, поставил велосипед, воздух сам поднимется в ручку. Ты нажмешь, она у тебя пару раз там упадет, опять поднимется. Это знают многие люди, которые с этим сталкивались. И поэтому, даже если мы в таком положении ручку нажмем, вот можно здесь видеть, она упадет. И мы сейчас, допустим, без успеха, два раза нажмем, оно опять вернет. Потому что воздух, он легче жидкости, и он всегда идет вверх. Идет... Здесь это не работает, потому что здесь как бы как вакуум. Тут нет вывода воздуха. То есть, нет отверстий. Я понял. Точнее, оно есть, оно очень маленькое, но я не знаю, как оно. Вопрос, исходящий из этого, который я, в принципе, наверное, уже знаю на него ответ, но все равно надо это уточнить. То есть, получается, из-за всего вот этого вот, то, что ты только что рассказал. И получается такая штука, что на Shimano я все время тормозил, и у меня ход ручки был одинаковый, пока колодки не закончатся. Потом я их менял, и у меня все время был одинаковый ход ручки. Ты просто перегнал жидкость с калибера, да? Угу. В ручку. Здесь же... А здесь ты не можешь... Здесь такого не может быть, здесь по мере износа колодок у тебя ручка проваливается дальше. Нет, она не проваливается. Потому что у меня она проваливается дальше, реально. Значит, во-первых, а, возможно, у тебя изначально был сильно маленький ход ручки. То есть, не настроен тормоз изначально. На любых современных тормозах, даже самых дешевых, принцип работы как раз в этом и заключается. Самое основное преимущество гидравлики, даже для новичка, даже если он катается 500 километров, блин, в 10 тысяч миллионов лет, преимущество в том, что тебе ничего с ними не надо делать. Тебе не надо подтягивать тросики, они поржавели, их надо менять, надо менять болды, надо торгсовать болды, чтобы тормоз нормально работал. У тебя длинная рубашка, у тебя туга ручка и все остальное. У тебя тормоза работают новые, круто, и через 10 лет, если у них не разбиты ручки в хлам, они работают так же, как и новые тормоза. И вот здесь преимущество для новичков, наверное, или для людей, которые катаются немного, по-любому будет на стороне минерального масла. То есть те же Pro Max'ы есть дорогие, их просто производители почему-то не ставят на свои велосипеды. Они ставят либо Evi, да, либо Shimano. Ну Shimano в принципе монополисты сейчас, мне кажется. Ну, срем начинает уже активничать. Раньше только на американских брендах, сейчас уже на европейских во всех. Блин, это страшно. В общем, я проверю с этими колодками. Я сейчас купил себе металлические уже колодки, нормальные, на свои тормоза Guide Air. Кстати, важный момент, который Игорь у меня сразу спросил еще по телефону, это подходят ли мои ротора к металлическим колодкам, потому что есть нюансы, и иногда они не подходят. На это стоит обращать внимание. Теперь я понимаю, что, возможно, ручки у меня проваливались просто из-за того, что тормоз то ли сильно быстро стирался, то ли еще что-то. Но у меня, в общем, тормоз стирался, колодки, я не знаю, наполовину уходили за 5-10 спусков где-то там в горах. Сейчас проверим правильные металлические колодки. Итак, друзья, мы вчера очень прекрасно пообщались, поговорили, и в конечном итоге уперлись в то, что у нас не было специального шприца и такой штуки для того, чтобы прокачивать этот тормоз. Поэтому мой вечер вчера продолжился, примерно вот так вот. Я заехал все-таки к Водосу сегодня. Завтра расскажу. Да не, не завтра, еще завтра. Сейчас расскажу. Мы уже почти все хотели сделать, и вот мы уперлись в такую штуку, что оказалось нам не помешало. Вот такая специальная штучка Avid, которая раздвигает калипера, вот ровно поршни, да, раздвигает? Да, на стопор в Польше. В общем, вот такая штучка очень даже нужна нам, и обязательно понадобилась вот такая штука для именно этого тормоза, для того, чтобы его пропачивать. Это втыкается туда в задний выход, и можно перепрокачать тормоз. Альтернатива, это можно придумать, но это будет кустарничество. Мы не решили таким способом идти, поэтому я здесь сейчас в 23 вечера, а завтра уезжать уже на соревнования. В общем, надеюсь, все будет круто. Еще одна причина, кстати, почему я не делал у официального сервиса с РЭМ, то есть у Влада, тормоз, потому что Влад сейчас тоже как раз собирается на соревнования, и поэтому я не хотел его отвлекать. У него нет времени, и вообще, возможно, это было бы проще сделать на самих соревнованиях, но я же хотел сделать независимое мнение и интересное видео. Так что продолжим. Если честно, я пока что не сильно еще вник, я еще в Адосу пару вопросов задавал, и в конечном итоге каждый раз, когда Игорь или Влад начинают мне что-то рассказывать, я себя чувствую на уроке физики, и мне преподаватель что-то толкует, а я вообще не понимаю, что он толкует. Поэтому я вник процентов на 10. В конце я попытаюсь подвести итог простыми словами. Если вдруг вы понимаете, о чем ребята, вот, допустим, даже Игорь рассказывает, это здорово, можно это обсудить. Но в конце я все-таки попробую это все в двух словах объяснить простым языком, если вдруг у меня получится. В общем, тут есть вот такая штучка Эвид, и есть вот такая Шимана. И, казалось бы, они должны быть одинаковые, но там разница каких-то полмиллиметра или пару миллиметровая, она реально решает. Поэтому для прокачки моего тормоза нужна специально вот эта штучка. И для того, чтобы двинуть ее вместо колодок и понимать, что поршни находятся на правильном расстоянии, когда вы их прокачиваете. С задним тормозом мы закончили, сейчас перейдем к переднему. Как оказалось, ну, все вообще легко делается, просто надо, чтобы правильные были эти шприцы, оливки и прочая фигня. Поэтому, если вы хотите в домашних условиях что-то перепрокачивать, точно убедитесь... Оливки там не нужны, да? Это я фигню сказал. В общем, в домашних условиях не факт, что у вас это получится, в поле тем более у меня бы это не получилось, потому что нужен шприц, нужна вот эта штука, которая туда заходит, и дот, нужен дот. Опять же таки, преимущество шамановских тормозов в том, что у меня как-то они потекли чуть-чуть, у меня там грязь забилась в ручку, мы в Пилипце эту вскрыли ручку, добавили туда бензопилки, по-моему, масла у вас Иля взяли, короче, добавили туда этого масла, тормоз стал идеально работать, после этого два года проработал, и вместе с ним я велик продал. Кстати, хочу заметить, что мой тормоз работает сейчас переднеидеально, но мы его хотим на всякий случай перепрокачать и колодки на железные поменять. Я его в полевых условиях сделал такой лайфхак, конечно, это не сильно круто, но в полевых условиях это отработало. Я снизу открутил этот пинтик, стравил чуть-чуть жидкости, чтобы поршня раздвинулись, и вставил туда колодки. Они очень туго туда вставились, ротор еле в них зашел, но потом оно прикаталось, раскаталось, и вот сейчас он работал вообще идеально. Игорь говорит, что так можно сделать, но единственный недостаток того, что я так делал, это то, что снизу я откручивал, а воздух, по идее, идет сверху, снизу вверх, и поэтому надо сверху открутить, если что, если у вас полевые условия, и сверху, чтобы чуть-чуть стравилось, тогда меньше вероятности, что туда попадет воздух. То есть вот таким образом открутили чуть-чуть, да. Ну там уже тряпочка, какой-то салфеток. Ну и разводишь колодки. Короче, не работает. Ну на джусиках работает такая тема. Здесь у нас, кстати, такая штука не сработала, поэтому если вдруг у вас тоже такое не срабатывает, то, наверное, так и снизу. Да нет, все, то есть ручка не пускает тебя, видишь? Кстати, все это видео снимается в режиме, который не искажает изображение, такое ровненькое, широкоформатное. Если у меня видно только один глаз сейчас или один кусок носа, извините, конечно, но я хотел это попробовать. И, наконец-то, мы можем чуть-чуть ближе познакомиться. Уже все закончено. Игорю спасибо. И последний вопрос. Когда мы катались когда-то на триальниках, был такой миф о том, что есть человек, который взглядом Магуру прокачивает. Да, есть такой один. Чувак, по фотографии прокачивает. Реально. По фотографии прокачивает человек Магуру, и это, оказывается, не миф. Итак, немного выводов. Кстати, вы можете первый раз увидеть Сашу в нормальном формате видео, не фишая. На самом деле он не толстый, если вдруг вы думали, что он толстый. По тормозам. Как я понял, я еще свои буду тестить. Буквально вчера Влад мне сказал, что вот эти вот приколы с ручкой, с ее провалом, могут быть именно так, как и мне раньше говорили, именно в этих тормозах, которые Guide R. Потому что в Guide RSC они все изменили. Если я захочу сильно заморочиться, а есть такая вероятность, то после того, как эти тормоза сейчас я проверю вот в таком формате, с нормальными железными колодками, перепрокачены, если вдруг что-то будет с ними не так, то я попробую заменить тормозные ручки просто. А потом уже буду делать вывод, что лучше Shaman или SRAM, потому что до сих пор, ну вроде как, к Shimano там у него больше плюсов у тормоза и так далее, но по правде говоря, мне нравится, как работает этот SRAM. И единственное, что меня пока что реально достало, это то, что у меня проваливалась ручка, мне приходилось ее подтягивать. Ну и то, что пришлось перепрокачивать тормоз, чтобы поменять колодки. Хотя с первыми тормозами я справился просто слив чуть-чуть жидкости вот в полевых условиях. По доту, как я понял, есть у нее свои плюсы, минусы, но это уже такое дело, как бы температурные режимы. Это неплохо, то, что у вас выход ручки не будет меняться в зависимости от температуры. На Shimano, я не скажу, что меня эта проблема сильно тревожила, но есть один момент, как бы, как вот Игорь сказал, что оно не влияет, но Shimano, когда у меня тормоз перегревался, реально он, ну ручка становилась мягкой, практически проваливалась до грибсы. На тех же СРЭМах такого не наблюдалось. Ну, то есть, поэтому есть вероятность все-таки, что ДОТ не греется, а минеральное масло греется непосредственно в гидролинии. Но я могу и ошибаться. Как вы понимаете, я из этого видео мало что понимал, о чем идет речь. Игорь рассказывал очень много. Вам это будет интересно или нет такого формата видео, вы об этом напишите. Если вдруг это сильно сложно, может быть, для кого-то нудно, то я в будущем, конечно же, не буду такое снимать. Ну, а если вам нравится вот такая сильно узконаправленная информация, то у нас есть много в Киеве, я думаю, и механиков интересных, и те, кто разбирается и там определенно круто в амортах или в тормозах, и можно периодически брать какой-то один из девайсов и разбирать его так вот прям по полочкам, его работу, предположения и так далее. Хотя, на самом деле, как бы мы долго не разбирались, оказывается, что есть нюансы, которые мы выяснили уже в момент. перепрокачки, и это тоже по-своему интересно. Дорогая, у нас есть шприц. Этот вечер удался. Просто эта штучка вот так вот выглядит, и в итоге, ну, теперь понятно, что это не просто шприц, а такой флюгер кихайна.